Ну что ж, друзья, продолжается бизнес-канал на Финам-ФМ. Сейчас его вторая часть под названием «Бизнес-класс». Сегодня замечательная тема, тема сегодняшнего эфира – медицинские технологии, биомедицина и фармакология. Боже мой, практически ни одно это слово мне так вот в деталях не знакомо. Ну и бог с ним, я сильно не переживаю, потому что, как всегда, у меня в студии сегодня замечательные гости, профессионалы, и они наверняка всё нам с вами подробно объяснят. Итак, я представляю этих гостей. Евгений Кузнецов, директор по стратегическим коммуникациям, член правления российской венчурной компании. Добрый день, Евгений. Добрый день. И Евгений Зайцев, кандидат медицинских наук, сооснователь и генеральный партнёр «Хеликс Венчур». Добрый день, Евгений. Спасибо, Олег, добрый день. Добрый день. Ну, учитывая, что вы тёзки, желание я традиционно загадал, я в какой-то момент буду вас по фамилиям называть, в какой-то момент Евгений Кузнецов, Евгений Зайцев, чтобы потом у нас наши коллеги, которые будут расшифровывать эфир, они могли понимать, какой из Евгений сейчас выступает. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон студии 6510-99, 6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Всё это вам понадобится для того, чтобы задать вопрос или поделиться собственным мнением на озвученную тему. Итак, сразу же, да, такая общая идея. Мы, собственно, встретились с Евгением уже не первый раз, с Евгением Кузнецовым уже не первый раз в этой студии продолжение разговоров о инновациях. Да, это слово тоже в какой-то смысле новое, оно входит, тем не менее, всё более и более в нашу жизнь. Пытаемся разбираться, что есть инновация, в какой отрасли эти инновации существуют, насколько они перспективны, и, собственно, видимо, об этом прежде всего и будет сегодня идти речь. Итак, медицинские технологии и инновации. На первый взгляд, мне кажется, вещи-то не очень сопоставимые, наверное. Космос, вот Женя за эфиром предложил, вот космос и инновации, это вещи такие близкие, наверное. Нет, я как раз имел в виду другое. Я имел в виду, что мы привыкли воспринимать под инновациями какие-то технологические сложные сферы типа космоса. Но сейчас, да, об отрасли, в которой наиболее бурный в мире прогресс, вот сопоставимый там с прорывом в космос, происходит как раз в медицине и в биологии. И масштаб иногда поражает, потому что многие проблемы нашей жизни, которые раньше казались нерешимыми, вдруг становятся вполне решаемыми, да и вообще меняется там некоторое даже вообще отношение к жизни. Это действительно очень серьёзная история. Вот давайте об этом поговорим, об отношении к жизни. Действительно, инновации могут изменить, Евгений, теперь ваше слово, Евгений Зайцев, могут изменить отношение к жизни. Ну, несомненно, на самом деле, очень хорошо, что мы эту тему обсуждаем, потому что мы живём в очень интересное время сегодня. Если посмотреть, что происходит, происходило за последние сто лет, население планеты просто гигантским скачком выросло за последние сто лет. Сейчас отметка перевалилась за 7 миллиардов человек. Это все потенциальные пациенты, все люди, которые могут нуждаться в медицинской помощи. Люди стали жить дольше. Сто лет назад мы жили в два раза меньше. Сегодня мы живём в два раза дольше. Это значит, что у нас больше людей с хроническими заболеваниями, которые тоже надо лечить. Мы научились спасать жизни людей, которые умирали раньше. Это означает, что все эти хронические больные сегодня нуждаются в помощи. Какое это имеет значение для нас и зачем здесь нужны инновации? На самом деле, я скажу, наверное, немножко скучную вещь. Инновации в медицине во многом связаны с экономикой, потому что сегодня на здравоохранение, на поддержание жизнеспособного состояния как раз вот этих всех хронических больных пожилого возраста требуется огромное средство. И медицинские системы, система здравоохранения большинства стран работают под нагрузкой. Например, в США расходы на здравоохранение составляют 17% ВВП в год. То есть это гигантская цифра, и они постоянно растут, и, в общем-то, это имеет потенциал привести к дисбалансу. Поэтому сегодня все инновации в медицине настроены как раз на то, чтобы сделать систему более эффективной, обеспечить систему здравоохранения, которая более дешевая, научиться излечивать тех больных, которые требуют сейчас хронического лечения и так далее. Все эти взгляды именно в призме экономики мы рассматриваем. В конечном итоге... Ну, не только экономики, просто хочется, чтобы перестали там умирать очень дорогие люди. Вот сегодня очень печальный день. Умер Илья Сиголович, один из основателей Яндекса. Это абсолютно культовая фигура для всего нашего рынка. И очень хочется передать соболезнования всем коллегам и семье. Это очень важный момент. И очень важный момент, почему я об этом вспомнил и сказал, потому что сейчас становится понятным, что диагностировать, предотвратить болезнь или вылечить ее на ранней стадии значительно важнее. Я не употребляю слово «выгоднее», хотя это действительно выгоднее в подавляющем случае, но это просто-напросто важнее. И вот, например, ранняя диагностика той же онкологии, ранняя диагностика тяжелых хронических заболеваний – это то, на что сейчас сфокусирована вся современная инновационная медицина. Вот именно в этом направлении бьют. Вот 2-3 десятилетия перед этим действительно фармгиганты концентрировались на таком грубом словом «дожитие». То есть, когда человек уже тяжело болен, он уже лечится, и надо вот тратиться очень большие деньги, как правило, государственных систем, здравоохранение лечить. Вот сейчас ломается парадигма. Сейчас не на дожитие, сейчас на предотвращение. Вот если я прав, может быть, Евгений разовьет эту мысль. Совершенно верно. Меняется на самом деле вся парадигма фармацевтической индустрии в целом, потому что, ну, чем занимались большие фармацевтические компании в прошлом? Они продавали лекарства-блокбастеры 2-5 миллиардов долларов в год и жили счастливо. Их, в принципе, не волновалось, что дальше происходит с пациентами. Сегодня на большую фарму серьезное давление оказывает и правительство разных стран, и плательщики, страховые компании, да и сами пациенты. Сегодня этим большим фармацевтическим компаниям нужно понимать, что же происходит с теми пациентами, которых они накормили таблетками. И сегодня, вот знаете, есть у меня компания интересная, называется Proteus Digital Health. Она направлена как раз на цифровое здоровье. Один из треков форума, кстати, по открытым инновациям. И вы знаете, они придумали сажать на таблетки маленькие чипы, чтобы отслеживать, насколько дисциплинированно пациенты принимают эти таблетки. Казалось бы, что такого, да? Но все крупные фармкомпании быстренько напрыгнули на этот проект, потому что им сейчас очень важно понимать, а что же действительно происходит с пациентами, которые принимают их лекарства. Насколько они дисциплинированно это делают? Какие, какой результат? Все сегодня хотят результата. Страховые компании, пациенты, врачи, все хотят результата и хотят от большой фармы. Вот маленький пример, позволю, вот как раз про качество лечения. Вот в России у этой, про регулярность приема таблеток, в России есть очень трагическое измерение этой болезни. Мы одни из мировых лидеров по туберкулезу. Тяжелейшая болезнь, в основном причина ее роста в России, это неаккуратное и неправильное лечение со стороны пациентов. Они неправильно пьют, в основном это, ну, сами понятны, такой нездоровый контингент. Продают таблетки налево, вырабатывается резистентность, то есть бактерия уже не убивается этим лекарством, надо применять в 10 раз более дешево, дорогое. Соответственно, стоимость лечения растет, а эпидемия продолжается. Это вот качество лечения, это сейчас один из фокусов. Нет, Женя, вам вопрос. А нет здесь противоречия? Ведь мы говорили о том, что большие фармацевтические компании заинтересованы в том, чтобы продавать просто лекарства. И дальше, ну, какое-то время назад они не отслеживали, что там происходит дальше, судьбу пациента. А сейчас, вы говорите, они за этим следят и следят за эффективностью этого лечения. Им-то какая разница? Главное, чтобы покупали. Тем более, что вот, да, пример, который Женя сейчас рассказывал, он, наоборот, наверное, их подогревает, потому что лечение становится более дорогое, замечательное. Ну, вы совершенно правы. Конечно, они были бы рады просто кормить пациентов таблетками и получать за это хорошие деньги. Влага моржа у них достаточно высокая. Вот, но время изменилось просто. Уже не могут они этого делать. Уже все, кто оплачивает эти таблетки, требуют того, требуют конечного результата. То есть, те же страховые компании, ведь главный фактор, например, в Соединенных Штатах Америки, будут страховые компании платить за таблетки или не будут? Будут они платить за определенные медицинские услуги или не будут? И сейчас страховые компании очень серьезное давление оказывают на фармоиндустрию. Они хотят видеть конечный результат. Они хотят видеть эффективность. Вот, например, есть очень хороший пример тоже. Известная статистика. 90% лекарств не работает у половины пациентов. Что это означает? Ну, во-первых, люди просто так едят неэффективные лекарства. Причем это не значит, что это какие-то неправильные лекарства. Это прекрасные лекарства, которые, когда даны правильным пациентам, они работают. Дело в том, что не все пациенты реагируют на лекарства одинаково. И есть ряд генетических факторов, патогенетических и так далее, которые приводят к тому, что некоторые пациенты просто не реагируют на терапию. И статистика говорит о том, что таких пациентов до 50%. Но ведь не только пациенты принимают неэффективные лекарства, еще и страховые компании платят за эти лекарства. И сейчас они уже не хотят платить за это. Потому что цены на фармпродукции настолько выросли, цены на медицинские услуги настолько выросли, что становится все это уже нерентабельным. И что происходит? В результате сегодня, например, FDA, это агентство Соединенных Штатов по контролю над качеством фармпродукции и пищевой продукции, уже требует от всех фармацетических компаний, чтобы была такая компаньонная диагностика для большинства препаратов. То есть прежде чем давать препарат, нужно вначале продиагностировать пациента, проверить, а будет ли этот препарат у данного пациента конкретно эффективен. На конкретном пациенте проверить. Совершенно верно. Вы понимаете, это вот серьезный сдвиг вообще в принципе парадигмы медицины. Если раньше мы профилировали в некотором смысле болезнь, понимали, как она работает, и давали лекарства, которые эту болезнь лечат. Сегодня мы уже профилируем пациента. Мы пытаемся понять, какой он, какой у него генетический статус, будет ли он реагировать на конкретное лекарство. Мне кажется, это в разы затратнее, как минимум. Нет, это наоборот экономит гигантские средства. Но знаете, вот с точки зрения на самом деле медицины, я же врач по образованию, есть главный постулат медицины, лечи не болезнь, а больного. Мне кажется, за многие столетия мы впервые приблизились к этому разрешению. Есть одно из печальных измерений этого тоже процесса. В свое время был открыт пенициллин, началась эра антибиотиков. Возникла иллюзия, что антибиотик может лечить практически любую болезнь, и все настали на это полагаться. А сейчас мы стремительно, вот есть такой очень негативный прогноз, движемся к эпохе завершения этой эры, потому что появляется огромное число инфекций, полностью резистентных к антибиотикам. То есть это возвращает нас в довольно тяжелые времена, когда от многих тяжелых инфекций будет неизвестно, как лечиться. И вот сейчас медицина как раз-таки должна найти качественно новые инструменты лечения, вот именно глубоко персональные и точные. В поисках нового пенициллина, да, такая у нас действительность нынешняя. Сейчас мы прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья мои, мы продолжим эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Евгений Кузнецов, директор по стратегическим коммуникациям, член правления российской венчурной компании. И Евгений Зайцев, кандидат медицинских наук, сооснователь и генеральный партнер, «Хеликс Венчур». Мы обсуждаем тему медицинских технологий, биомедицины и фармакологии. И я напомню, да, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Ну что ж, вопрос у меня к вам, Евгений Зайцев. Забавный. Крайне редко я обращаю внимание в детали внешности своих гостей, но забавный очень мне показался у вас браслет на левой руке. Если можно, расскажите, что это такое. Ну, это на самом деле игрушка. Это браслет называется «Найки Фьюл». Он был разработан компанией «Найки» для того, чтобы регистрировать практически всю физическую активность. То есть я двигаюсь, я хожу, я занимаюсь спортом. Он фактически, имея мощный акселерометр, очень чувствительный, он регистрирует все, что я делаю. И при этом он связан с моим айфоном. Там есть соответствующее приложение для этого. Я, соответственно, могу отслеживать, что со мной происходило сегодня, вчера. Я могу делиться этим со своими друзьями. Со своим лечащим врачом. Хотя мы можем соревноваться. На самом деле, вы знаете, это хороший вопрос, потому что это очень серьезная тенденция сегодня. И, ну, понятно, это, наверное, скорее относится к спортивной медицине. Не совсем это влияет на здоровье. Хотя, я должен сказать, вы знаете, очень дисциплинирует. Потому что я вот слежу за собой. Я за последние полгода потерял, наверное, 8 килограмм. Хотя я не стремился к этому. Но вот именно мобильное приложение, именно все, что связано со здоровьем, имеет сегодня очень большое значение именно в цифровой медицине. То есть термин цифровое здоровье, который вы употребили, он напрямую связан с тем, что мы сейчас обсуждаем. Совершенно верно. Если вы посмотрите в гугле где-нибудь тему цифрового здоровья или тему хотя бы приложений для айфона, вы наверняка найдете несколько десятков тысяч разных приложений для айфона, которые сегодня направлены на здоровье, на диагностику и так далее. Почему это так важно? Потому что, посмотрите, на Земле живет 7 миллиардов человек. Сколько телефонов у них? Как вы думаете? Ну, я думаю, не меньше 7 миллиардов. Нет, на самом деле оценка поменьше. По разным оценкам есть от 4 до 5 миллиардов. Здесь регионы не совсем продвинутые просто. Совершенно верно. Россия к ним не относится, к счастью. Так вот, по разным оценкам есть в мире от 4 до 5 миллиардов телефонов. Мобильных устройств, которые в принципе могут связать всех этих владельцев телефонов, которые потенциально могут быть пациентами в одну большую мобильную сеть. То есть идея связания пациентов в одну мобильную сеть, она чрезвычайно сильна. Посмотрите, какой большой прорыв вперед сделали социальные сети недавно. Именно в связи с тем, что большинство людей подключены в эту мобильную сеть, они могут с собой общаться с телефонов, с айфонов, сидя в метро и так далее. То же самое может произойти и в медицине. На самом деле сегодня это большой тренд, который до конца себя не реализовал еще. У меня только один вопрос. Задача какая, если мы медицинскую сеть такую оформляем? Ну, приведу простой пример. Есть множество заболеваний тяжелых, хронических, где надо вести над собой постоянный мониторинг. Например, диабет. То есть уровень сахара в крови и так далее. Потом надо постоянно советоваться с врачом, если что-то идет не так, если там тяжело отрегулировать, если там какие-то не вполне нормальные состояния здоровья. Раньше это было привязано к физическому походу к врачу. Это все связано с проблемами, с очередями. Это выбивает из ритма. Сейчас это можно сделать непрерывно, просто онлайн. Например, в России есть замечательный стартап Норма Сахар. Это фактически виртуальная клиника, когда врачи постоянно консультируют пациентов, которые вводят свои данные в айфон и находятся с ними в постоянной коммуникации. Это просто совершенно новое качество лечения. А сейчас появляются все больше и больше датчиков, которые позволяют напрямую транслировать врачу данные о твоем состоянии здоровья. Причем это не какие-то специальные машины, которые требуют его нахождения в кресле. Это легкий браслет или вот, например, у нас одна из портфельных компаний делает такую клипсу, которая будет лазером мерить уровень сахара в крови для тех же диабетиков без необходимости прокалывать палец. То есть просто ходишь постоянно, а у тебя... А клипса, она где? На ухе, на ухе, вот так крепится и все. То есть вот эти датчики, они все больше и больше. Вот на ММФИ, кстати говоря, мы очень ждем сооснователя проекта Сканаду, который сделал такой интегрированный датчик, который может одновременно снимать энцефалограмму и кардиограмму и кучу других анализов за 3 секунды. То есть представляете, какое количество больных получит возможность непрерывной консультации в любом месте работы, дома и так далее. Вот эта вот возможность связать всех пациентов, приблизить к ним врача, сделать врача фактически постоянным твоим спутником. И главное, что это будет очень легко. Это не требует никаких сложных процедур. Вот это, конечно, колоссальный прорыв, и он для многих болезней имеет решающее значение. Изусловно, он для многих болезней и многим пациентам помог бы, но доступно ли это каждому будет пациенту? Ведь наверняка на первых порах все это будет упираться в некий неподъемный бюджет. Смотрите, во-первых, вся идея цифровой медицины как раз направлена на то, чтобы сделать это более эффективным и более дешевым. Ведь посмотрите, на чем в свое время Apple заработал свою высокую капитализацию. На том, что они научились продавать биты информации, то есть они научились продавать саундтреки. Это была новая такая гигантская идея, которая, собственно, превратила компанию в то, чем она является сегодня. Здесь в медицине может происходить все то же самое. То есть собирая небольшие какие-то деньги за это, вот эти сервисы, они могут обеспечить огромные преимущества для пациентов. То есть этот сервис имеет смысл только тогда, когда он охватывает огромную аудиторию пациентов, при этом он очень дешевый. И неважно, какие это сервисы. Это просто мониторинг здоровья человека, это мониторинг клинических испытаний, например, для фармкомпании. Это ведь тоже большое значение имеет мобильное приложение для этого. Или это вот отслеживание того, о чем я вам говорил уже, дисциплины приема таблеток пациентами. Это все имеет смысл только тогда, когда это стоит очень небольших денег, но используется пациентами и компаниями в массовом масштабе. В данном случае надо говорить еще о том, что огромное количество информации накапливается. И в этом красота всего этого, потому что, когда, знаете, такое есть красивое у айтишников слово «облако есть». Когда это в облаке может эта информация храниться, обрабатываться и вовремя посылаться тому, кому она в данный момент нужна, тогда получается огромное конкурентное преимущество и для компаний, и для плательщиков, и для пациентов. Потому что, когда надо, такие системы могут, например, оповещать родственников о том, что что-то не так с их престарелым родителем. Или они могут оповещать врача о том, что, условно говоря, снизился или повысился сахар крови, или есть какие-то нестабильности в ЭКГ. То есть здесь мы говорим о каких-то новых моделях мониторинга и управления пациентом, которых раньше не было. В автоматическом режиме, насколько я понимаю, не нужен какой-то специальный человек. Нет. Вот есть пример. Например, в конкурсе BIT, который мы поддерживаем, конкурс стартапов, в позапрошлом году победил стартап под названием «Кнопка жизни». Это замечательная разработка МФТ-шники и выпускники бизнес-школы Сколково. Это такой браслет, который фиксирует тяжелые события в жизни, допустим, пенсионерной. Например, потерю сознания, падение, какое-то очень нездоровое состояние. Женя, Настя, слышишь меня? Не слышишь? Они у нас были буквально в прошлом месяце. Совершенно точно. Вот эта история, она сейчас начинает распространяться. То есть это не какие-то космические истории, это то, что могут сделать студенты, и оно тут же приходит в применение. И огромному количеству, я не знаю, каждый, кто сталкивался с жизнью, с родственниками, которые очень пожилые, и ты каждый день выходишь из дома, не зная, что с ними происходит. Это же колоссальная помощь. Ведь от количества минут, как приедет помощь, зависит жизнь, зависит очень много. И такого сейчас очень много. И что касается цены. Во всем цифровом мире действует такой железный закон под названием закон Мура. Он говорит, что мощности, практически все цифровое, скорость процессоров, объем памяти, стоимость памяти, стоимость, цена вычислений, энергоемкость вычислений, постоянно удваивается и увеличивается. Это значит, что, например, стоимость всех медицинских технологий, завязанных на IT, она постоянно падает. Очень наглядное подтверждение, это стоимость на расшифровку генома, которая падает даже быстрее, чем закон Мура. То есть она уже упала ниже тысячи долларов, все ждут, когда это будет стоить 100 долларов. А 100 долларов стоимость генома, это глубочайшим образом индивидуальное, полное понимание, как работает организм и все в этом организме. Как работают белки, молекулы и все прочее. То есть это возможность делать лекарства действительно глубочайшим образом под человеком. Так что здесь совершенно можно быть уверенным, что цена всего, что связано с цифровым здравоохранением, будет падать в среду. Ну это, наверное, да, очень позитивная новость. Я опять все-таки вернусь к тому, что даже если мы сможем с помощью высоких технологий каким-то образом очень точно и подробно продиагностировать, можем ли вылечить этого человека? Конечно, можем. И у нас гораздо больше шансов его вылечить, потому что мы будем лечить конкретное заболевание данного конкретного человека, учитывая его генотип, учитывая его метаболизм, учитывая то, как он реагирует на конкретные таблетки. Вы знаете, вот сейчас есть очень интересные, забавные сервисы различные, когда ты можешь направить свой какой-то генетический материал, условно говоря, там слюну собирает 23НМИ, да, компания в Соединенных Штатах. Ты можешь узнать про себя все. Ты можешь узнать, например, риски болезни, какие у тебя есть, да. Ты можешь узнать, на какие лекарства ты можешь реагировать. Ты можешь узнать, откуда твои родственники, откуда вообще твои предки пришли и так далее. Но почему это важно с медицинской точки зрения? Потому что ты, зная свой генотип, можешь гораздо точнее, вернее, врач, зная твой генотип, он может гораздо точнее подобрать терапию. Особенно это касается таких ситуаций, когда совершенно четко есть категории пациентов, которые реагируют на препарат, и есть категории пациентов, которые не реагируют на препарат. Вот, условно говоря, есть разные раки, да, онкологические заболевания. И совершенно четко известный, например, очень хороший пример, это раки молочной железы, да. Есть, соответственно, раки, скажем, с маркерами HER2, да, которые реагируют на HER2. То есть, пациенты, у которых нет маркеров HER2, они на HER2 не будут реагировать. Зачем давать пациенту дорогостоящий препарат, если он ему все равно не поможет. То есть, это на самом деле принцип повышения эффективности лечения, повышения качества медицинской помощи. Ну и главное, опять-таки, да, чтобы все участники рынка были заинтересованы в качестве, в эффективности лечения, а не в простой монетизации, да, этих услуг, наверное. Вы знаете, они очень тесно связаны друг с другом, потому что не повышая сегодня качество и эффективность, не добиваясь сегодня конечного результата, невозможно снизить стоимость лечения. Потому что стоимость лечения сегодня такая запредельная. Понимаете, чтобы один препарат разработать, нужно сегодня 1-2 миллиарда долларов. Ну, то есть, чтобы одну молекулу вывести на рынок. Это же гигантские деньги, фармкомпания приходится платить за исследования и разработки. И если нет эффективного способа монетизации этого лекарства, эти вещи никогда не оправдаются. Они никогда не будут заниматься инновациями, эти фармкомпании. Зная, что они никогда не оправдаются, они просто этим не будут заниматься. Но в этом-то и состоит очень позитивная роль новых технологий, что крупные гиганты, которые привыкли просто так снимать ренту, их просто очень поджимают. То есть, действительно, в то время, как все надеялись продавать блокбастеры, появилась куча новых методов, которые вступают с ними в конкуренцию. Это ломает рынок. Спасибо, Женя. Сейчас еще раз новости, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем идеи медицинских технологий, биомедицины, фармакологии. Говорим о неких высоких технологиях, применяемых в медицине. Все это в спектре разговоров о инновациях. Еще раз я представлю моих гостей в студии бизнес-класса Евгений Кузнецов, директор по стратегическим коммуникациям, член правления российской венчурной компании, и Евгений Зайцев, кандидат медицинских наук, сооснователь и генеральный партнер Helix Venture. Телефон в студии 6510-99, 6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Ну что ж, продолжим нашу беседу. Очень много интересного, естественно. Я так понимаю, это не единственное, что мы готовы были сегодня обсудить. Есть вещи еще более интересные. Евгений, пожалуйста. Ну, давайте поговорим, например, про медицинские технологии вообще. Потому что есть очень интересная область медицинского бизнеса, связанного с медицинскими технологиями. Это медицинские устройства, medical devices, так называемые по-английски. И это, на мой взгляд, тоже очень важная отрасль, которая сегодня принципиально меняет практики медицины. Ну, я тоже могу пример привести одной из своих компаний, например. Вот что происходит сегодня с пациентами пожилого возраста, у которых есть остеоартроз? То есть многим приходится менять суставы. И это травмирующая, дорогая процедура. То есть сам имплант, сам эндопротез зачастую стоит 5-10 тысяч долларов. Есть компания, которая вышла родом из Стэнфордского университета. Она разработала новый полимер, из которого был сделан некий протез не сустава, а суставной поверхности, то есть хряща. Это некий искусственный хрящ, который обладает полностью свойствами естественного, но даже превышает их по механическим свойствам. Почему я привожу этот пример? Потому что это некая инновация, которая имеет потенциал полностью изменить практику в медицине. То есть сейчас вот эти большие медтехкомпании продают, соревнуются друг с другом вот эти дорогие эндопротезы. Если появится этот имплант на рынке, то можно будет делать небольшую, неинвазивную процедуру, в которой будет просто меняться хрящ. И люди могут продолжать пользоваться своими собственными суставами. В прошлом их отпиливали большую часть сустава. То есть человек терял свою кость. Сегодня это можно будет делать быстрее, эффективнее, но самое главное, не нужно будет делать ревизию этой операции. Потому что большинство эндопротезирований требуют так или иначе ревизии через 5-10 лет, потому что там накапливается стружка, возникает воспаление, сустав разбалтывается и так далее. Вот интересная инновация, понимаете? То есть она может в принципе изменить жизни миллионов пациентов. Но самое главное, ведь эндопротезирование делают в основном пожилым людям, молодым стараются его не делать, потому что не хочется никому терять здоровую кость. Здесь, в сегодняшнем мире, когда люди становятся все более активны, они занимаются спортом, и у многих есть травмы, связанные со спортом, есть шанс лечить тех пациентов, которые в прошлом просто не получали никакой медицинской помощи. То есть они должны были быть на аспирине, на эндомитоцине и так далее, то есть на лекарствах симптоматических. Вот инновация очень интересная. Мы, кстати, хотим тоже попробовать привезти CEO этой компании сюда, в Россию. А, кстати, забыл, извините, друзья, забыл сказать, что, кстати, в этой компании есть капитал одного из венчатых фондов Роснано. Очень интересная тема про импланты, особенно все, что касается с органами чувств. Ну, есть, например, уже традиционные импланты, которые мы носим несколько столетий, это вот очки, несколько десятилетий, это вот слуховые для людей, у которых слух ослаб, но вот уже несколько лет слух восстанавливается полностью даже у тех людей, кто никогда не слышал. То есть есть импланты, которые полностью возвращают человеку слух, а сейчас уже практически подступили к имплантам, возвращающим зрение. То есть это, в общем, революция абсолютная. И точно так же появляется масса имплантов, которые могут выступать как диагностические инструменты, и, ну, грубо говоря, поддерживать организм, то есть тоже через взаимодействие с внешними вычислительными системами в каком-то более качественном состоянии. Потом огромная революция, конечно, претерпевает в лечении органов, которые, ну, поврежденных органов, то, что раньше было связано с донорством. То есть вот это же огромная проблема. Сейчас целая революция в области возможности создания органов, либо через стволовые клетки, что мы, в общем, так или иначе уже слышали, или вот буквально последние два года идет совершенно фантастическая история про печать органов. То есть орган печатается на 3D-принтере. И вот уже, в принципе, достаточно близко время, когда восстанавливать органы можно будет без прибегания к, условно говоря, к пересадкам от других людей. Ну, а, например, органы, которые уже легко восстанавливаются, это, например, кости. То есть вот известен случай о восстановлении челюсти пожилой женщине, которая там потеряла челюсть, ей напечатали из титановых сплавов новую челюсть. То есть какие-то вещи совершенно для нас непривычные. Непривычные, да, вообще фантастически как-то все это звучит. Тем не менее, тоже становится практикой. Еще вот одна тема, которая тоже как-то лежит в области и medical devices, и восстановления, это очень мощное сейчас движение по созданию так называемых экзоскелетов. То есть искусственная мышечная механическая система, которая возвращает подвижность. То есть они вот уже есть механические, а есть немеханические, которые там на пневматике и так далее. Которые позволяют людям, которые потеряли возможность ходить, вставать, начинать ходить при помощи механического устройства. Вот эта революция, она идет даже немножко быстрее, чем мы способны за ней отслеживать. То есть во все стороны одновременно практически. Я даже не знаю, может, мне может быть чуть проще, я все-таки не врач, мне проще фантазировать. Но я думаю, что, в общем, мы подобрались к моменту, что вообще природа человека под вопросом. Вот, вот, я боюсь этой темы всегда. Кстати, а врачам сложнее фантазировать, Евгений? Вы знаете, мне кажется, проще, потому что, когда ты знаешь, как работает организм. Совершенно верно, у нас информации-то больше по поводу. Конечно, но я вам больше скажу, я же как бы инвестор по профессии сейчас, да. Мне это очень помогает, что я понимаю медицину, понимаю практики в медицине. Я понимаю, что нужно хирургам в операционной. И как работает метаболизм разных клеток, это принципиально важно. Вы знаете, вот, кстати, венчурный бизнес, он очень такой характерный в биомедицине. Потому что, если ты не знаешь, не понимаешь, во что ты инвестируешь и как это работает, то трудно выбрать правильные компании для инвестиций. Вот, и поэтому, как бы, фантазировать на самом деле. Во многом мы ведь сами фантазируем. Потому что для того, чтобы быть успешным инвестором, надо нафантазировать, что же там будет через 10 лет. Ведь венчурные инвестиции, они, как правило, реализуются через 4, 5, 6, иногда 7 лет. Вот, поэтому в нашей профессии фантазии это главный инструмент достижения успеха. Согласен. Ну вот, Женя начал фантазировать. Говорит, сложно себе представить, к чему это может все привести. К какому-то изменению, я не знаю, человеческого я. Может это действительно случиться, или мы все-таки на уровне технологии пока фантазируем? Ну, вы знаете, это на самом деле очень хороший вопрос, во многом он этический и политический. Потому что здесь есть тонкая грань, за которую ни в коем случае нельзя переступать. Потому что, ну, понимаете, если мы так будем, такими шагами дальше двигаться, то мы очень скоро окажемся в ситуации, когда машины нас будут контролировать. И мы потеряем свое «я». Поэтому здесь есть некоторые этические аспекты, да. Вы говорите о грани, вот эту грань, кто может ее провести, кто ее, кто видит, кто не видит. Потому что, может быть, есть разные точки зрения, да. Вы считаете пограничной территорией вот эту, а кто-то говорит, нет, можно еще и сюда подвинуться. Ну, вы знаете, на самом деле в этом роль государства, как регулятора, что правильно, а что неправильно, что хорошо, что плохо. Вот ведь для чего созданы демократии, да, для чего созданы разные государственные институты, суды и так далее. Для того, чтобы определять, кто прав, а кто не прав. И здесь, разумеется, это не в руках бизнеса должно быть. Потому что если бизнесу отдать на откуп, определять, на какую глубину мы готовы залезть в геном и в манипуляции со стволовыми клетками, это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому здесь, вот как раз, это, понимаете, та область, в которой важны правильные, грамотные ограничения. Я всегда выступаю за... За ограничениями? Нет, наоборот. Я всегда выступаю против вмешательства государства, какого бы то ни было, в деятельность бизнеса, потому что это всегда вредит бизнесу. Но это как раз та область, в которой, мне кажется, роль государства очень велика. Есть очень наглядный пример. Вот почти 10 лет назад возник такой крупный этический запрет на технологию. Это клонирование. И действительно, клонирование человека перестало развиваться. С одной стороны, это, конечно, тяжелая попытка остановить развитие науки. С другой стороны, просто столкнулись с ситуацией, что этически нормативно не можем описать, а кто это? Вот создали клона. Это отдельный человек или это тот же человек? У него есть отдельные права или это просто какая-то замена? А можно ли убить клона, чтобы взять у него сердце и пересадить, вообще говоря, человеку... Такая булгаковская история, да? Документы нужно ему выписывать или не нужно? Ну да. И возник вот этот вот запрет. И наука его обошла. Обошла в хорошем смысле. То есть вот этот запрет создал совершенно новые исследования, которые привели к пониманию роли тех же стволовых клеток, неэмбриональных стволовых клеток и так далее. И сейчас уже не стоит вопрос вырастить клона ради органа. Этот орган можно вырастить отдельно. То есть вот эти вот запреты, которые могут слишком разбалансировать нашу жизнь, они, в общем-то, действительно нуждаются в строгом регулировании. У нас, кстати, на эту тему будет довольно много дискуссий на форуме, потому что очень многие технологии задают вопрос, на который непросто ответить. Еще один пример из медицинской области. Мне вот очень интересно мнение и введение, потому что у меня свое на эту позицию, свое мнение на эту историю. Сейчас вот он сказал уже про жизнь под контролем, а сейчас возникают, например, ситуации, когда не врач при помощи машины принимает решение, а машина принимает решение при помощи врача. Например, это вот система Биан-Ботсон, которая пошла в онкологию. При помощи или под контролем. Или под контролем, да, потому что диагностические системы искусственного интеллекта, которые сейчас начинают поступать в онкоклиники, это история, когда не врач принимает решение, это искусственный интеллект. И действительно, вот где происходит вот это изменение, а, кстати говоря, не в медицинской сфере, а в обычных машиностроениях, сплошь и рядом идут ситуации, когда не человек командует роботом, а робот командует человеком. Вот так устроен технологический процесс, что робот дает команды людям, что сделать в рамках организации процесса. То есть мы уже к миру, так скажем, терминатора подходим достаточно близко. Вот мы уже стоим. Вы знаете, это тоже достаточно тонкая грань, и она требует дискуссий в каждом конкретном случае, где можно отдавать компьютерной программе принятие решения, а где нельзя. Вот вы знаете, очень интересно в плане диагностики, многие компании, которые сегодня изучают геном человека, они в какой-то момент начали немножко баловаться и говорить, что вот раз у вас такая есть последовательность, то вы заболеете такой-то болезнью. И получили по шапке от государства, потому что им было сказано, ребята, вы не можете ставить диагноз. Вы не можете ставить диагноз, это может делать только врач. Это даже и не диагноз, а это некое такое предвидение, предсказание, да? Все зависит от того, как ты это сформулируешь. Одно дело, когда ты говоришь человеку, вы знаете, статистически у вас есть риск заболевания, таким-то заболеванием, и риск ваш исчисляется такой-то цифрой. А другое дело, когда это выглядит как медицинский диагноз. Вот ставить медицинский диагноз без присутствия врача на сегодняшний день нельзя. Я считаю, что это правильно. То есть это один из примеров, да, когда все-таки вот это на тоненького, что называется. Ну вот очень знакомый всем пример по прессе, это история с Анжелиной Джоли, у которой был выявлен ген, который действительно присутствует во многих случаях заболевания рака молочной железы. И она даже пошла на мастектомию, то есть на такую превентивную операцию, у нее еще не было признаков рака. И эта проблема сама по себе очень сложная, но тут этот конкретный кейс коснулся еще одной очень интересной проблемы. Ведь эта компания, которая разработала метод диагностики этого гена, она ведь пыталась создать систему патентования генов. То есть когда вычисляется ген, он патентуется, а потом любая диагностическая система на этот ген, она отчисляет роялти тому, кто разработал. И это на самом деле могло создать такой финансовый непримиримый барьер на эти технологии, потому что кто-то бы напатентовал генов, а потом все ему плати. И насколько я знаю, вот Евгений может поправить, сейчас принято такое соломоновое решение, то есть искусственно выведенные гены можно патентовать, а те, которые отдиагностированы, нельзя. То есть это тоже пример мудрой госполитики. Еще раз новости, потом продолжим. Что ж, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня у меня в гостях Евгений Кузнецов, директор по стратегическим коммуникациям, член правления российской венчурной компании, и Евгений Зайцев, кандидат медицинских наук, сооснователь и генеральный партнер Helix Venture. Мы обсуждаем медицинские технологии, биомедицину, фармакологию. В общем, как показывает наш разговор, наша беседа, огромные возможности, да, ныне, вот с этой точки зрения, в этих инновациях огромные возможности. Мы даже сейчас попытались обсудить, ну, этическую сторону клонирования, сказали, что все-таки медицинское сообщество нашло правильный путь, да, нашло правильную дорогу, обошло эту тонкую грань. И теперь клонирование, по большому счету, и не нужно, потому что есть возможность просто необходимые органы создавать. Ну, а проблема старения человечества или долгожительства, а то и, если уж опять, да, Жень, мы с вами помечтаем, вечной жизни на земле. Она вообще существует или на это как-то не особенно внимательно смотрит? Ну, вы знаете, то, что действительно мы любим считать инновациями, это то, что меняет нашу жизнь совершенно радикально. Например, вот была великая мечта летать как птица. Вот серьезные ученые говорили, что никогда аппарат тяжелее воздуха, не полетит. Это были там лидеры Американской Академии Наук буквально за несколько лет до того, как братья Райт построили свой самолет. Или точно так же нам когда-то там только в сказках про наливное яблочко можно было поговорить с человеком за миллион километров. А сейчас это делает любой, как вот уже было сказано, кто владеет одним из четырех миллиардов телефонных аппаратов. Конечно, в медицине одна из вот таких великих идей, мечта, это, конечно, долгая жизнь. И сейчас действительно некоторые исследования, ну, я выскажу в данном случае такую оптимистичную точку зрения, говорят, что это возможно. Конечно, с такого рода заявлениями очень к ним надо относиться очень ответственность, потому что действительно как бы прогресс бывает идет быстро, а бывает медленно. Тоже термояд обещали, обещали, а уже 50 лет прошло, ничего не случилось. Здесь тоже, конечно, есть вопросы. Но сейчас эта проблема действительно к ней поступилась всерьез. И в ней есть два таких принципиальных аспекта. Первый аспект, что уже видно по многим развитым обществам, что если работать со здоровьем, заниматься диагностикой, поддерживать здоровье, то увеличивается срок, время качественной жизни. То есть не время жизни вообще, а время здоровой и бодрой жизни. И есть такая вот знаменитая кривая, что если раньше там бодрость, здоровую бодрость жизни приходилось там на первые там 40 лет, потом спад, и люди могли жить долго, но жили плохо. А сейчас они довольно долго живут бодрыми, и только в конце происходит некое закономерное разрушение организма. И есть такая примерная граница около 100 лет, вот куда эта кривая пока упирается. И сейчас вот в принципе в многих обществах возникла история, что, ну вот мы знаем, вот есть молодость, там 20 лет, а иногда есть такая поговорка, там седина в бороду без ребёнка, вторая молодость в районе 40, да. А сейчас появилась... Ну, я боюсь, это не молодость организма всё-таки, да. Это бодрость, есть вполне, там появляется бодрость и желание. Вот сейчас появляется даже такой феномен третьей молодости, например. Вот большое движение в Штатах людей, кто в 60 лет начинает там качаться, заниматься спортом, заводить себе новые семьи, бизнесы. То есть вот удлиняется. То есть для того, чтобы жить долго в рамках этого диапазона, ну, нужно заниматься здоровьем. Для этого сейчас много возможностей, о чём мы говорили. Но есть уже как бы те, кто задумывался, чтобы этот 100-летний барьер сломать и время жизни достаточно сильно удлинить. Пока это всё, конечно, находится на уровне фундаментальной науки, но есть много компаний, кто пытается это делать. У нас, кстати говоря, в портфеле в РВК есть одна из компаний, Тарти Старения, кто занимается вопросом удлинения жизни. Это очень интересный подход. Мы, конечно, все пока смотрим на него с огромной осторожностью, но как же отказываться от мечты-то? Ну, эта мечта, давайте продолжим обсуждение, она на чём базируется? Это необходимость, вот человек нужно, у него есть активная фаза жизни, а потом он доживает. Ну, условно говоря, активная фаза, она будет примерно так, а потом ещё 50 или сколько там, 100 лет человек будет доживать. Ну и смысл какой в этом? Нет, 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 вопрос, конечно, стоит именно там, чтобы увеличивать время активной жизни, но просто преодолеть тот рубеж, который пока её ограничивает. То есть можно там рассчитывать на бодрую жизнь до 80-90 лет, но хочется рассчитывать на бодрую жизнь до 150. Ну, то есть это вопрос продления молодости, скорее, не продления жизни. Ну, здесь другой вопрос возникает, на самом деле, следом. А чем кормить-то будем всех этих людей, которые станут жить до 150 лет? Тем более и так уже к 7 миллиардов, да? Ну, я на самом деле, скажу честно, я большой скептик в отношении таблетки, которая продлит жизнь поголовно всем. Мне кажется, ну, с одной стороны, это действительно, я не очень верю, что это возможно, а с другой стороны, это, наверное, неправильная цель, которую в себе нужно ставить. Мне кажется, цель должна быть другая. Сейчас очень много есть болезней, которые приводят к сокращению человеческой жизни. И мне кажется, усилия учёных как раз должны быть направлены, и учёных, и бизнесменов, кстати, должны быть направлены на то, чтобы бороться с этими болезнями, потому что болезни старения, они во многом как раз и составляют тот лимит, который на сегодняшний день есть. И мне кажется, что если эффективно научиться лечить большинство этих болезней, можно продолжительность жизни увеличить ещё. Помните, я вам говорил, что за последние 100 лет она уже увеличилась в два раза, с 31 года до 76. Есть реально шанс увеличить это ещё процент на 50. Причём в результате именно тех событий, которые мы обсуждали сегодня, да? Задача не была такой стратегической, давайте-ка рядом будем до 200 лет жить. Да, именно решали проблему борьбы с этими самыми заболеваниями. Ну, здесь опять не возникнет ситуация, когда действительно, дай бог, что эта проблема будет решена, но продлится активная фаза, а общая продолжительность жизни так и не увеличится. Ну, на самом деле, это было бы идеально, если бы мы продлили активную фазу, потому что это то, что всем нужно. Никто не хочет быть стариком в течение 100 лет, правильно? Да, согласен. Ну, к великим целям тоже двигаются маленькими шагами. Например, сейчас вот тема продления жизни в основном раскрывается через, например, регенеративную медицину, например, через восстановление утраченных органов или через омоложение конкретных органов. То есть это вот то, что уже делается как такой довольно, ну, ещё не рутинной, но уже понятной процедурой. И, естественно, из этого выльется что-то большее. Единственное, что я хочу сказать, что обычно технологии друг друга поддерживают. Вот чем кормить? Вот сейчас одно из основных трендов в биотехнологиях – это искусственная еда. То есть которая не растёт там, пасясь на травке, а там в чане, там формируется. Ну, и опять задача создать искусственную еду – это просто задача продолжить некие инновационные изыскания? Или это реальную проблему мы решаем? Потому что если действительно человечество будет дольше жить, и оно будет продолжать укропляться, его общее количество, то просто ресурсов не хватит на земле. Тогда надо будет решать вот искусственно. Ну, это действительно очень большая проблема. Это мы с вами хорошо питаемся, да. Посмотрите, есть огромное количество стран, где люди за неделю съедают то, что мы съедаем за завтраком, правильно? И здесь вопрос даже не создания искусственной еды, а, наверное, вообще в улучшении качества еды, в улучшении эффективности производства этой еды. Потому что ведь у каждого растения, у каждого животного есть свои болезни. Их тоже нужно лечить. Нужно делать этих животных более здоровыми, чтобы они были более приемлемы для питания людей. И растения тоже. И это тоже огромная индустрия, о которой мы вот сейчас не говорили, но она очень тесно с этим связана. То есть об этом еда идёт? В том числе, конечно, да. И, ну, тоже, понимаете, вот тут же очень интересные иногда эффекты возникают. Например, вот увеличивается количество людей. Их надо кормить. Например, давайте увеличивать количество домашних животных. А вот, например, мало кто задумывается, что тот вред экологический, который наносят домашние животные, он больше, чем вред наносимой промышленности. То есть, например, парниковый эффект, разогрев атмосферы, он идёт в огромной степени от количества коров. То есть вот тут технологии, они вплетаются в такую сложнейшую ткань вообще баланса нашей жизни. И здесь возникают интереснейшие вещи. А что касается поиска, вы знаете, поиск никогда не бывает планомерным. Вот это иллюзии, о ней надо забыть. Красивый пример Япония. Разработали после войны очень чёткий план своего развития. Прописали там машиностроение, сталь, там всё на свете. А выстроила электроника, которую тогда никто даже не подумал. Выстроила она в пригородах, где в гаражах делали копии европейских приборов. Вот это непредсказуемая вещь. Вот почему вот там Евгений Венчур, венчурная компания, мы создаём венчурный фонд. Почему венчур? Потому что венчур такая технология, которая вкладывается, условно говоря, веером в вещи, которые сегодня кажутся бредом. И вот есть такая цифра красивая, недавно её слышал в рамках Питерского форума. Она действительно поражает воображение, что вот венчурные деньги во всех инвестициях в медицину, фарму, в биотек, это где-то 2,5% от всего затрат на разработку. Но это 40% новых продуктов. То есть 40% на лучшее. Вы понимаете, несопоставимая машина. То есть вот этот вот свободный поиск, он вот даёт тот самый результат, который вот позволяет что-то видеть. Причём, знаете, вот очень интересно, что в биофармацевтике и в медицинских технологиях как раз большая часть добавочной стоимости создаётся именно в процессе разработки, создания этой интеллектуальной собственности, создания этого продукта. Производство и маркетинг этого продукта — это 10-20%, наверное, всей добавочной стоимости. А как раз вот его разработка, создание прав на эту интеллектуальную собственность — это то, во что инвестирует венчурный капитал. Поэтому венчурный капитал — чрезвычайно важная часть вот этой цепочки создания добавочной стоимости в биотеке, в медтеке и так далее. И вот мы очень часто смотрим, что здесь есть в России, что нет. Очень мало венчурного капитала именно для Life Sciences, именно для биомедицины в России. Есть пара фондов под крылом РВК, три фонда под крылом РВК. Есть Rusnano MedInvest — это совместные усилия Domain Associates и Rusnano. — Нужно гораздо больше капитала, потому что без него инновации в биотехнологиях, в биомедицине развиваться не будет в стране. — Как, собственно, и везде, наверное, инновации — вопрос номер один. — Конечно, да. Но здесь есть определенный прогресс. Вот сейчас в России мы переживаем стадию бурного роста объема венчурного капитала. Буквально два года подряд его объем удваивался. И, конечно, большая часть денег идет пока в IT. Но вот почему мы говорим про цифровой IT, Digital Health, почему мы специально даже в форуме «Открытые инновации» делаем специальный трек, потому что огромное число инвесторов, кто уже набил руку в инвестиции, в стартапы айтишные, в простые, быстрые проекты, начинают интересоваться чем-то более сложным. Самое ближнее — это Digital Health, это цифровая медицина. Потому что механизмы, как создавать продукты, продвигать его на рынок, такие же, как в IT. И они понятны, люди это выучили, они научились создавать компании. Но сфера, она значительно более, так скажем, непаханная. А вот на непаханном поле проще найти какое-то, скажем так, золотое дерево. И в России есть компании, кто к этому приглядывается. Я думаю, что в несколько ближайших лет начнется конверсия традиционных айтишных фондов в цифровую медицину. И в России, в общем, есть голову, кому имеет смысл давать деньги. Это очень ценная штука. Более того, я добавлю, это передний край инноваций. Спасибо огромное. Евгений Кузнецов, Евгений Зайцев были сегодня в бизнес-классе. Огромное спасибо. Всего хорошего, успехов в бизнесе. Спасибо.